здравствуй дружи болт с вами а вы заглянули в уголок motelman nexus новые ты так знаете сегодня мы будем говорить про такую вещь как скалорайда до скалорайда g9 конкретно в нашем случае это такая штука и на которой очень сильно облегчит жизнь дальнобойщикам мотоциклет нам каким-то очень сильно дохуя занятым чувакам который ездит в городе на мотоциклах и постоянно нужно отвечать на телефонные звонки и просто людям которым интересно в дороге что-то послушать музыку какую-то но допустим на мотоцикле нет аудиосистемы охочется ну кто-то просто пользуется наушниками но эта штука намного удобнее для начала мы ознакомимся с комплектом что там есть вся вот эта система заключается вот такой коробочке такая крутая немецкая все ты откуда слося заказал нет через перекупов через питер короче есть много дилеров серых белых везде цены очень сильно варьируется и с нашим нынешним курсом но кстати говоря она же в евро евро не так сильно взлетела что-то в районе двадцатки она сейчас стоит по моему комплект на две штуки есть комплект на одну штуку две штуки конкретно удобнее покупать если ты сейчас ездишь с пассажиром либо у тебя два шлема которым ты активно пользуешься устанавливается она на любой тип шлемов сегодня мы будем ее устанавливать на самый сложный для установки шлем на модуляр то есть шлем как у меня точно такой же у митяев того шлем почему сложно ли установить именно на такой тип шлемов я вам сейчас покажу сейчас посмотрим комплектацию что там у нас есть ведь я уже установил на прошлом году надо устанавливать на 2 его шлем так вот этот проводочек нужен для подключения к гарнитуре чтобы использовать ее как аукс то есть подключить какой-то mp3 player вот в таком вот чехольчики она находится живет себе спокойно пока ты не достанешь и куда-нибудь не установишь зарядка от сети это платформа для установки на поверхность шлема на клейкой ленте то есть на отремовский скотч есть также винтовая но штанги которые да вот проще всего установить вот на вот такой вот защелки с двумя винтами открутил настроил сколько тебе надо под шлем то есть ее зажал сейчас я вам покажу как на том шлеме установили и все она зафиксированная стоит вот вот сам блок так вот взяли установили вопрос никаких нет сняли поставили на зарядку 5 приехали то есть поехали поставили поехали подключается он к ко всем устройством буквально одним нажатием одним кликом собственно вот это вот вся система должна устанавливаться на шлем то есть так а микрофон 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 он же есть отдельный а вот есть отдельный на липучке то есть если это шлем интеграл то вот эта штука не очень удобно в нашем случае мы будем ставить именно эту штуку потому что у нас модуля если у вас интеграл ставится вот такая вот липучка с микрофоном внутрь удобно вклеивается вкладывается и повода укладывается так чтобы она вам все не мешало дальше ну соответственно два наушника на каждом наушнике есть вот такая вот штука с ответной частью у нас про уши липучка устанавливается собственно говоря в места где вы хотите закрепить микрофон динамики и динамики уже приклеиваются туда и отклеиваются если надо провода укладываются под шлем под пластик или из углеволокна у вас не знаю без разницы все это прячется туда и не мешает провода понятно это зарядка куча-куча всяких три бомбасов здесь комплекция на самом деле очень большая очень качественный ветрозащита что это вот оттуда который ты мне в прошлом году брал со станки так микрофон видели одна ответная часть вторая ответная часть второго комплекта это у нас это ветрозащита больше 5 ветрозащита до большая большая такая вот с ключиком сразу для установки это такой же про только по длине я так понимаю да 2 комплект еще одна ветрозащита большая маленькая короче блин комплект обзавидуешься вообще как как вот группа 2 я помню была там комплект был е-мое столько всего вот так вот вот на шойке когда устанавливают вопросов как бы нет все просто вот на двух болтах закрепили скобой с обратной стороны он там два болта вот здесь затягиваются провода протягиваются вот здесь под шлевом вот здесь вот один динамик вот он один динамик и второй динамик все и гибкая штанга не ломающаяся держится очень хорошо надежно она сохраняет свою форму они как всякие китайские аналоги и все это выглядит очень надежно и удобно но кратко по функциям что тут есть сразу говорю есть херова тонна всяких китайских аналогов вообще великое множество так что ну надо полагать что любой китайский аналог обладает своими косяками и надо ждать от него каких-то сверхъестественных качеств связи или качеств передачи данных или дальности действия но конкретно вот это вот девятая модель взаимодействует друг с другом с базовыми станциями на расстоянии до 1.6 километров это в режиме интерком подключается к телефону то есть по bluetooth работает как bluetooth гарнитура стерео соответственно можно слушать музыку через телефон у него есть встроенная радиостанция ну в смысле приемник радио можно радио слушать можно то есть я принципиально объясню они друг с другом соединяются то есть как интерком работает чтоб общаться там с пассажиром или сзади едущими вашими друзьями мотоциклистами также она соединяется с телефоном и участвует в качестве гарнитуры это в принципе основа основополагающие вещи которые нужны у нее есть управление голосом у него есть всякие хитрые мудрые шумоподавители ветроподавители звукоусилители которые слушают окружающую среду и подстраиваются тот уровень громкости который вам нужен в данный момент здесь есть куча всяких таких вот примочек управления голосом на самом деле вот инструкции ты изучать об изучаешься что тут всего есть технологии АГЦ это автоматическая регулировка громкости технологии ВОКС это управление голосом также ее можно настраивать голосом технология ПЛЦ для немедленных компенсаций утери звукового сигнала в сложных условиях внешних условиях то есть это это просто вверх вот вот конкретно скала райда очень хорошо себя зарекомендовал среди самых топовых райдеров это вообще топовая вещь которая есть вот в технологии интеркома для помощи мотоциклиста у всех таких вот дорожных условиях самых-самых сложных ее можно часто видеть в том числе всяких фильмах я частенько ее вижу во всяких передачах немецких всяких мотоциклетных передачах все ее используют то есть но штуковина действительно зарекомендовался более чем хорошо и сейчас мы попробуем ее установить на айроховский шлем первое что мы сделаем это снимем собственно само забрало потому что оно нам будет мешаться сейчас я объясню почему этот шлем конкретно не подходит для установки мультимедийной системы во-первых здесь нету проушин для установки микрофона динамиков и надо будет сейчас что-то с этим мудрить во-вторых сама система ставится сюда а тут а тут как вы видите у нас здесь стоит кнопка опускания очков этих вот темных поэтому с этим тоже надо решить вопрос и для этого нам поможет вот такая платформа установим на вот эту платформу то есть откручивается вот эту вот часть вот так вот она стояла откручивается закручивается вот эта вот часть и вот здесь на внешнюю сторону шлема уже гораздо легче придумать место куда ее установить чтобы она ничего нигде не мешала тут у нас в принципе элементарно два болта один по размеру конечно отверточка второй вот вся вот эта конструкция теперь работает намного проще так сначала нужно определиться с местом самое главное чтобы когда чтобы во первых не мешалось открывашки и во вторых чтобы микрофон был в зоне доступа твоей челюсти и было слышно что ты там пытаешься сказать то есть в идеале я думаю вот где-то вот здесь вот будет идеальный вариант чтобы можно было достать это кнопки и достаточно близко был микрофон да Митяй я так думаю сейчас мы все это конечно измерим еще раз и посмотрим сможемリем и все это сделать без того чтобы снимать внутренности шлема потому что внутренности шлема Снимать это полная Speed не столько как это все снимает сколько потом все это поставить на место так чтоб Работал и вот это вот все и оно стало мы так как оно и был от завода короче вот этот весь параллона смотри пришлось sonra атаким времен достанем Его потом обратно весь соберём. Устанавливать будем вот сюда, вот в эту часть. Здесь как раз есть такой угловой поворотик. Сюда мы наклеим вот эту вот ответную часть. Я уже проспиртовал. Просто надо вот так вот отодрать эту штуковину. И аккуратненько прилепить. Здесь вот шло такое вот усиление, такая вот штуковина. Ей пришлось тоже пожертвовать, убрать, потому что она реально мешается. И саму платформу мы вот сюда вот приклеили. Она аккуратненько, таким вот образом встаёт. Вот так вот всё удобно. И есть доступ к переключателю. И сама скала не мешает. Ну вот и всё, господа. Вполне себе так классно получилось. Хули у нас в России. Эти шлема не должны, не расположены к тому, чтобы устанавливать. Системы такие. Да наху ему вертили все ваши правила. Вот. Вообще вот. Смотрите. Причём даже хуй догадаешься, что тут установлено. Мы вот здесь вот выбрали поролон. Вот там. Бери язычок. Там внутри установлен динамик. То есть здесь вот только вот эта тряпочка. И всё. И тут динамик. Поэтому вот такой вот кусочек вот здесь вырезали. И всё абсолютно нигде, никто никогда не догадается, что здесь что-то установлено. И вот здесь вот тоже видите. Тут видно как бы, что вот здесь вот нету поролона. Вот здесь стоит динамик. Всё классненько, аккуратненько. Собственно, сам скалорайд сейчас. Оденем, посмотрим. Этот шлем мне, конечно, великоват на размер. Это митяйский всё-таки. Даже одной рукой не глядя. И микрофончик. Оп. Настроил как надо. Вот и всё. Никаких проблем. Ну, это забрал. Мы тоже сейчас поставим. Вот и всё. Поэтому нет ничего невозможного у нас в России. Ставьте, пользуйтесь, радуйтесь. Штука реально очень удобная. Где-то в дальних путешествиях вообще незаменимая штуковина. Оп. Ездишь, кайфуешь, слушаешь музыку. Если, кстати, ты один, ездишь с двумя, одна лежит там где-то у тебя, оп, в кармане, заряженная, а эта ездит. Или одна стоит на зарядке, там, если на таком мотоцикле зарядку вывел, 12 вольт в кофр, воткнул заряжаться. Одна заряжается, вторая слушается. Он, как говорит, Митяй, он неделями её забывал заряжать, и батарейка не садилась. То есть, подключается всё, one-click, скажем так, она уходит в режим спячки. Нажимаясь там буквально на одну кнопку, она включается, сразу сопрягается с телефоном. Одел шлем, попиздил кататься. Приехал, забыл выключить, ушёл, она сама отключилась и вошла в режим спячки. Очень удобная штука, рекомендую. Да, сейчас будет дикий вайнболт продался, все дела, как обычно, мы все знаем таких людей. Ну, вот и всё. А если это вам было интересно и полезно, ставьте лайки, конечно же, и подписывайтесь на наш занимательный канал. Ну, а с вами был Болт. Пока-пока.